привет вот отвечаю на вопрос как делается дефектовочные экраны это вот у меня было видео давным-давно когда еще первую лампочку днепродентов скую купил я вот на нее наделал тут разных дефектовочных экранов пытался работать в линиях ну как говорится вот так и сейчас народ задает вопрос какое растекло или какое там такую пленку где чё брать так вот сделать простейший вот он простейший я думаю все уже узнали что это такое вот он простейший готовый экран его просто накладываем на лампу и смотрим сейчас покажу как это делается это очень легко и просто взял вырезал приложил можно скотчем малярским там проклеить и уже можно дефектовать и все в него видно вот затраты какие вот так на улице шоу в день стройка идет вот такой обрезок взял и у тебя уже готовы дефектовочные один из примеров вот не надо много тут мудрить я извиняюсь конечно коряво я взял ножнички обрезала сейчас покажу вот даже тут не хватило кусочка для первоначальной правки и для дефектовки вполне пойдет вот мы прекрасно все видим и опять же вот прекрасно видно как прыгает у нас вмятина и куда и вообще даже в такое как бы кристаллической решетки все это видно все прекрасно видно хочешь так хочешь сяк сразу видно где у нас есть какой дефект это что допустим сейчас я выключу а бы как вот здесь пленочка стоит не пленочка сеточка вот видно это ничего не меняет на изображении все прекрасно нам видно вот они дефекты наши чуть влево вправо вверх вниз ближе дальше вот и все дефекты видны прекрасно справляется цена вопроса идя где-нибудь мимо стройки нагнуться подобрать взять ножницы и вырезать кусочек такой вот то же самое мы видим прекрасно все видно где у нас какие дефекты здесь дефект поменьше здесь мятина еще не деланная вообще вот так вот можно элементарно сделать дефектовочный экранчик ну естественно что это прототип это я объясняю говорится принцип работы так же как и вот здесь вот мне так удобно работать с капотом когда он так потому что и когда его поставишь так домиком он стоит не очень-то удобно работать им опять же есть минусы я собственно хочу что чтобы вот он здесь на замке фиксировался также как на заводе и возможно что здесь тоже чтобы точки доступа которые возможно не закрывались хотя бы даже вот этим валиком вот то есть это как бы ограничивает мобильность работы инструментом все вот эти и при заводском варианте таком вот такие вот если рожки тут сделать я еще пока не знаю как это будет но это будет я так сказать эту идею зацепился за нее и хочу ее довести более совершенной сделать как говорится подвесик для вот этих задних капотов или для багажников кто как называет вот так что идея есть я ее потихонечку обыграю что-нибудь сочинил ну естественно потом поделюсь с вами все всем спасибо пока пока вот вернемся к нашему дефектовочному экранчику еще раз показываю вот он отлично нам показывает все дефекты для дефектовки его можно использовать когда вы дефектуете машину поначалу это можно любому даже малярам те которые просто вмятинки там подшпаклевывают можно этим пользоваться все у нас прекрасно видно все недоделки все дефекты все прекрасно видно вот так легко и просто можно сделать экран потом этот экран берешь дрынь и у тебя обыкновенная лампочка все всем спасибо за внимание пока пока до новых встреч